обида какое слово обида а какое состояние когда у тебя обида это состояние грусти разочарования это состояние умение ну а еще и обида это состояние злости состояние может быть даже и агрессии внутренней на себя вот это да такое короткое слово обида а сколько эмоций обида обидой можно подавиться можно обиду проглотить и подавиться вот это да а кто сделал это состояние кто дал тебе эту обиду да хоть кто сделал тебе обидно и пошел своей жизнью жить может быть даже не встретиться больше с тобой и даже забыл что тебя обидел обида задержалась задержалась в твоей голове ты ее посадил себе на трон в своей голове и обрабатываешь ее обслуживаешь даже какой-то сценарий себе в голове пишешь вот надо было бы мне вот так ответить о как же так надо было мне вот как сказать ой надо было вот так отреагировать но это уже в прошлом в настоящем ты обиду проглотил подавился и отравился обидой и не хочешь от этого состояния избавиться потому что ты про эту обиду думаешь да человек тебя мимоходом обидел и пошел дальше а может быть и жизнь сама обидела а ты дал этому состоянию поселиться и жить там время пошло человек ушел жизнь пошла а обида задержалась с твоей помощью задержалась там живет и и обслуживаешь и потихоньку отравляешь себе жизнь и делаешь это сам ты сам да жизнь тебя обидела или кто-то обидел но всю остальную работу делаешь ты сам ежедневно когда ты про это думаешь ты это свое состояние пестуешь обслуживаешь обида обида подавляет силу духа маленькая обида может превращать превратиться в большой страх это не безобидное состояние обидится это состояние которое подавляет блокирует силу духа да неприятно как с тобой поступили да неприятно как сама жизнь с тобой поступила какие-то обстоятельства ситуации трагедии горе до произошло но очень важно что не впасть в отчаяние в грусть в уныние разочарование то есть поддержать то что с тобой произошло если ты впадешь в умение в отчаяние в грусть в разочарование ты поддержишь ты усилишь это состояние сам можешь убрать освободиться меняя ход мыслей и этот ход мыслей не про обиду а про себя а что мне сделать чтобы себя отвлечь чтобы себя успокоить чтобы себя развеселить чтобы себя поддержать что мне для этого сделать и начинай делать когда ты начинаешь что-то делать увлекаешься чем-то находишь свое хобби изучаешь какую-то новую литературу программу интересуешься чем-то спортом начинаешь заниматься на себя акцент делаешь ты ты эту обиду оставляешь без внимания ей так становится некомфортно ей нет места в твоей голове и в твоей жизни и обида обида это отрава обида это отрава и вот это отрава только таким образом может раствориться творится кто кто самый главный человек для тебя ты сам поддержи себя не давай этой обиде поселиться поселиться в твоей голове поселиться поселиться может только увлечением поддержка веселить себя заниматься собой отвлечь себя поддержать себя вот это состояние попробуй обида не безобидна она может отравить жизнь подавляет силу духа создает ситуацию грусти уныния разочарования отчаяния вот такая обида всего-навсего эмоция обиды подумай ты можешь все исправить изменив ход мысли не пестуй обиду в себе пестуй другое состояние состояние поддержки состояние силы духа состояние юмора состояние развития только эти состояния в себе поддерживай и тогда обида никогда не поселится в твоей голове все для этого делай тут же поймай ее и отпусти не подпускай близко к ни к своей жизни ни к своей голове это состояние обиды оно небезобидное обиды и 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